Всем привет, с вами Маракаси. Сегодня я хотел бы показать вам классный бой на китайском тяжелом танке 110 на карте Тихий Берег. Этот танк особо не пользуется популярностью среди игроков, ну и как в целом вся ветка китайская. Многие его почему-то ругают, но я считаю, что очень даже хороший тяжелый танк, и по мне так он не хуже, чем тот классический ИС-3, который пользуется такой огромной популярностью среди игроков. Ну да, он, конечно, очень хороший, но все-таки 110 по мне так не хуже. И явным плюсом этого танка я считаю крепкое бронирование. Кто-то возразит и скажет, что у этого танка огромный НЛД, который всеми пробивается, и, конечно, я с этим соглашусь, это действительно так. Конечно, НЛД является слабым местом этого танка. Это стоит помнить и стараться нужно прятать его за рельефом местности, например. Я понимаю, что это сделать не так-то и просто, потому что у этого танка не самый лучший УВН, как и у многих китайцев, хотя они, в принципе, еще приемлемы им, но частенько бывают такие случаи, когда все-таки пушка не совсем хорошо опускается, и вам трудно стрелять по противникам. Поэтому НЛД сложно прятать. Но зато есть крепкий ВЛД, который действительно сложно пробить, он под хорошим наклоном, и есть крепкая башня, которая действительно позволяет отлично вытанковывать. Лучки на башне не такие большие, и в целом их сложно выцелить. Подвижность у танка хорошая, ну и также стоит отметить довольно точное орудие. У этой пушки может быть не самый большой альфа-страйк, как у того же ИС-3, но зато есть довольно высокая скорострельность. И, как вы можете видеть, игрок пошел в атаку на правый фланг, но встретил он тут очень большую группу противников. Идти дальше слишком опасно, это будет неразумной идеей, потому что прикрытия тут никакого. Рядом стоит только М6, вдалеке ПТ-шка, и вряд ли они смогут помочь нашему герою. Удается тут немного вытанковать, но дальше 110-ка отступает. И я считаю, что это совершенно правильно, потому что в таких ситуациях нельзя стоять и ждать, когда противники уже обойдут тебя с разных сторон. Лучше отступить и занять более выгодную позицию, и хорошо продефить. Выезжает КВ-85, удалось его продамажить, но он забирает союзника на М6. На другом фланге тоже все не ладно, противники там, видимо, тоже дают и разбирают союзников. Так что нашему герою приходится нелегко. 110-ка остается одна на этом фланге. Есть, конечно, у нее небольшое прикрытие в виде ПТ-шек, которые стоят позади, но основной удар сейчас на себя будет принимать, конечно же, 110-ка. Но, как я уже сказал в начале этого видео, танк крепкий, и если спрятать НЛД за рельефом, то танковать можно очень хорошо, что сейчас мы и увидим. И противники, видимо, почуяли запах крови и едут смело в атаку. Тем самым подставляются и отправляются в ангар. Удается забрать еще одного КВ-85, выехал бортом и отправился в ангар. Дальше наш герой пытается пробить ИС-6, но это сделать не так-то и просто. Все-таки еще и не хватает УВН, пушка не опускается нормально для того, чтобы пробить ИС-6 в НЛД. Но, тем не менее, наш герой пока очень даже хорошо тут стоит. ИС-6, видимо, решил пойти в атаку. Удается его тут загуслить, он не пробивает нашего героя. И дальше еще раз удается его пробить в НЛД. Далее ИС-6 снова стреляет, снова не наносит урон, при этом, заметьте, он стреляет голдовыми снарядами. Но все-таки в НЛД пробить этот танк крайне сложно. А НЛД тут спрятан за рельефом местности. Ну и на этот раз хотя бы ИС-6 наносит урон, тут сверху падает ПТ-шка и отправляется в ангар, союзник ее уничтожает. Сто-десятка совершает маневр, заходит в борт ИС-6 и уничтожает его. Остался тут только единственный враг, это Т-43. Нужно, конечно, пока он тут один, разбирать его. И Сто-десятка выезжает, выцеливает ему башню, пробивает его, естественно. Т-43 пытается что-то там вытворить, но, конечно, у него ничего не получается. Вытанковать урон он тут не может нормально, потому что показывает свою командирскую башню. Т-43 не может нормально попасть по Сто-десятке, вместо этого он стреляет куда попало и отхватывает от нее. Хотя мог бы он вначале просто выехать на Сто-десятку, ну, разменялся бы там с ней ХП, но зато пробил бы ее раза два-три. Вместо этого он просто стоял и отхватывал, и слился в пустую. А так бы мог бы облегчить задачу своим союзникам по уничтожению Сто-десятки. И нужно, конечно, возвращаться на Дэв своей базы, там довольно много врагов, к ней едут. Некоторые, правда, союзники почему-то этого не понимают, и наоборот, едут в атаку. И вот появляется тут Ягдпантера-2, удается ее пробить в картонный корпус, и дальше она уезжает вперед. Наш герой понимает, что нужно ее догнать и уничтожить. Ягдпантера по ТСАу опасная, и, конечно же, она с легкостью пробьет броню Сто-десятки. Поэтому желательно как можно быстрее ее устранить. К тому же Ягдпантера-2 классный союзник, она его разбирает и, к сожалению, забирает. И нужно этим пользоваться, хотя бы забрать Ягдпантеру. И за счет хорошей динамики Сто-десятка догоняет Ягдпантеру и забирает ее. Но осталось еще три противника. Тяжелые топовые танки. Т-34, ИС-3 и ИС. Ну, ИС не топовый танк в этом бою, но все равно он тоже довольно опасен. Остался еще союзник на Т-25 надова. При этом непонятно, с каких направлений враги будут атаковать. И Сто-десятка пытается просветить тут, но никого не засвечивается. Зато появляется Т-34 сзади. И наш герой пытается его обойти. Т-34 сагрилась на ПТшку, и сейчас она, возможно, ее уничтожит. К сожалению, она ее уничтожает, и наш герой не успевает помочь своему союзнику, хотя он сам стоял там, как вкопанный. И вот Сто-десятка выезжает, видит борт Т-34, но снаряд попадает в башню, естественно, не пробивает туда. Но тут есть хорошее местечко, можно за счет рельефа тут вытанковывать башней. И удается в борт на этот раз пробить Т-34. Она едет на нашего героя, понимая, что не сможет его нормально высадить и пробить, хотя могла бы хотя бы попытаться. И она еще раз отхватывает, и на третий раз наш герой ее добирает. Тут повезло, что ИС-3 промазал. Сто-десятка пытается воспользоваться ошибкой ИС-3, выезжает на него, стреляет, но попадает в башню. Не пробивает, конечно же, ИС-3 сразу же идет в атаку, но перезарядка у Сто-десятки быстрая, и она все-таки добирает ИС-3. Остался последний противник на ИС-7. Но у нашего героя не так уж и много прочности. Всего-то половина. Выезжает ИС, у него видно, что не опускается орудие, Сто-десятка дамажит его и клинчуется с ним. Но, конечно, ИС не стреляет, потому что понимает, что он не пробьет таким образом. Сто-десятка мажет ИС тоже. И далее наш герой опять снова клинчуется. Конечно, в клинче у него шансов больше вытанковать урон. Но сейчас он, правда, зачем-то отъезжает, но ИС не воспользовался этой ошибкой. Он выстрелил и всего лишь сбил гуслю. Далее у нашего героя остаются одни фугасные снаряды. Целых четыре штуки. ИС стреляет, наконец-то пробивает. Наш герой наносит ему урон в борт фугасным снарядом, но урон небольшой, всего 140. ИС снова не пробивает в борт. И заметьте, что у сто-десятки сейчас сломана БК, но почему-то в дамаг панели это не отображается, какой-то баг. И у сто-десятки сейчас очень долгая перезарядка. Она все-таки наносит урон ИСу. Тот в очередной раз не пробивает. Не знаю, как он так стреляет. На самом деле, вот сейчас он мог спокойно выцелить НЛД и нанести туда урон. Но вместо этого он раз за разом мажет и не пробивает сто-десятку. Остается у нашего героя всего один фугасный снаряд. Может быть, ИС поддавался. Тут я не знаю, потому что он слишком уж как-то неправильно стреляет, куда попало, и шансов у него было забрать сто-десятку предостаточно. Ну и вот наш герой все-таки последним снарядом фугасным уничтожает ИСа. Итак, вот результат этого боя. Медаль Фадина, медаль Редли Уолтерса, стальная стена, воин и основной калибр. Очень даже много медалек. Нанес игрок 7659 урона и уничтожил 8 танков. Получил он 1948 опыта без премиум аккаунта. И также нафармил даже 32 тысячи серебра. Натанковал 4240 урона. Итак, а на этом у меня все. Спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал и ставить лайки. Желаю вам всего наилучшего. До скорых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok